Онкогематология – направление в медицине, нацеленное на борьбу с раком крови. Заболевание, которое лечится при наличии высокотехнологичных и потому очень дорогостоящих методик. Гемобластозы или раковые заболевания крови напрямую влияют на показатели смертности от злокачественных новообразований, при этом среди заболевших большинство – 82% молодые и трудоспособные люди. Для победы над различными формами этой чумы XX и XXI веков требуется самое передовое медоборудование и новейшие лекарственные средства. Именно поэтому разговор о развитии в Подмосковье онкологии в целом и как ее части гематологической помощи населению был организован на самом высоком уровне. При участии депутатов Государственной Думы и Мособлдумы, руководителей Минздрава области и профильных медицинских центров, работающих в Москве, модераторы проекта «Единой России», который называется «Здоровое будущее» пригласили на заседание своей рабочей группы представителей медицинского экспертного сообщества, гематологов и онкологов, а также актив из общественной организации «Движение против рака». О важности нашего мероприятия я хочу сказать, что мы надеемся, что рабочая группа сегодня по той теме, которая заявлена, и по регламенту, который был подготовлен, проведет очень эффективную работу. Московская область готова активно участвовать и войти в данную программу. И поэтому, конечно, нам будет очень интересно Ваше мнение, мнение тех, кто приехал к нам, мнение тех, кто работает в Московской области, потому что для этой наиболее эффективной пути реализация этого партнерного проекта. На заседании отмечалось, что в создании условий для развития в Подмосковье онкогематологической помощи населению уже начали участвовать представители ведущих московских медицинских центров. Уже с 1 января этого года в первую очередь сотрудники научного медицинского исследовательского центра выйдут в наш головной институт, это в манеке для того, чтобы проанализировать работу нашего гематологического отделения ведущего. То есть, по сути, осуществить аудит и дать нам те рецепты, которые нам помогут улучшить ситуацию. На заседании выступавшие также говорили о том, что жители Подмосковья, как, впрочем, и москвичи, и петербуржцы находятся в более выгодном положении в случае возникновения тяжелых болезней, имеют возможность быстро и своевременно получать помощь в современных медицинских центрах и клиниках. Но одновременно с этим, применительно к теме, обсуждаемой на заседании, отмечалось, что по разделу именно онкогематологии в Московской области нет профильных медучреждений. «Подмосковные жители имеют возможность обратиться в любой федеральный центр или в любую больницу Москвы, но наверняка в Московской области тоже должен быть свой большой, серьезный, лидирующий в области онкогематологии гематологический центр. И причем в этом гематологическом центре должны быть уже предусмотрены очень четко конкретные службы, которые позволят обеспечить гематологическую и онкогематологическую помощь на достойном современном уровне. Безусловно, это должна быть очень серьезная, современная лабораторная база». По итогам заседания рабочей группы партийного проекта «Единая Россия» по теме создания и внедрения в Московской области онкогематологической программы были даны рекомендации органам представительной и исполнительной власти региона Территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Андрей Цихадович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».